Ну что же, мы переходим ко второй части парализонского балета, а именно чтению стихов и получению от них удовольствия. Ну, по мере сил, конечно. Да, бездны духовности сегодня раскрывать, я думаю, не будем. Как-то это будет искусственно, как говорит Аллатов. Вы знаете, что я думал, что начать стихочтение было бы разумно с первого венка санетов, с тем, чтобы он органично, так сказать, совокупился с вторым венком, который будет во втором отделении. И перед тем, как вообще начинать его читать, я хотел бы немножко порассказать о том, как вообще эта безумная идея мне пришла в голову. Значит, действительно, это было ровно 23 года назад, то есть моя жизнь делится пополам, сейчас мне в 46, тогда было 23. И непосредственным толчком к его написанию послужил тот факт, что я хотел поступить в литературный институт. Но дело не в том, что я с этим венком хотел поступить в литературный институт, дело в том, что я хотел поступить с моими поэзами, которые были написаны до этого. Значит, и я собрал их, как полагается, всякому начинающему литератору в кучку, и крайне гордый сабы отправился, значит, подавать документы на поступление. Каково же было мое удивление, то есть я-то, собственно говоря, ожидал ковровую дорожку к подъезду, но меня даже не допустили на их до экзаменов. И тут у меня, значит, возникла мысль разобраться с классическим стихосложением. Ну, мысль-то у меня возникла, я был человек борзый, но необразованный. Ну, в общем-то, во многом я продолжаю оставаться таким по сию минуту. И вот эта вот идея, собственно говоря, венка санатов, она у меня возникла из глубоко мстительных чувств. Значит, и я принялся за работу, но принес, взялся, наверное, за нее взялся, но интернета тогда не было, а в основном времени лазить было линию. Ну, просто так залезть и посмотреть, вообще, что из себя представляет саната. Я был настолько свято убежден в непогрешимости собственных знаний, что просто начал их писать. Ну да, там А, Б, А, Б, А, Б, Б, А, кто это, фигни, все не знают. Уже после того, как саната, этот самый веночек был написан, выяснилось, что по-хорошему это к санатам почти никакого отношения не имели. Дело в том, что в санатах намного более жесткая форма, чем мне тогда обрезалась. Значит, что я знал, когда начинал? Я знал, что санат должен состоять из двух катранов, из двух трцин. Форма рифмовки следующая. А, Б, А, Б, А, Б, А, Ц, Ц, Д, Е, Е, Д. Собственно, это все, что я знал. Я понятия не имел о том, что в первом... То есть, глядя на эти А, Б, я как-то не свел 2,2, что в первом и втором катране, соответственно, рифмы должны быть одинаковые. Я также, естественно, понятия не имел о форме итальянского саната и форме трансузского саната. Ну, да, я как бы знал, что где-то там Шекспир... Есть английский санат, как придуманный Шекспир, но он меня не интересовал. Я же хотел классики дать, да? В результате у меня родилась какая-то ублюдочная форма. То есть, наполовину санат вроде как итальянский, наполовину вроде как французский. Кроме того, в нем, значит, в первом и втором катране рифмы разные. Значит, и уж подавно я понятия не имел о чередовании мужских и женских рифмах, о том, что, значит, каждая строчка должна была представлять собой законченную мысль. Не знал о том, что, собственно говоря, санатная форма подразумевает тезу, антитезу и парадоксальный синтез с выводом в конце, но это с этим как раз, слава богу, получилось чисто интуитивно нормальным. Ну, просто сама форма уже это диктовала. И существует в санатной форме еще масса очень тонких ограничений. И когда, собственно говоря, я приступал, вот не так давно, это отдельная история, как я к нему приступал, к второму венку, у меня возникла дилемма. Либо писать эти санаты уже с четким, на базе четкого знания и понимания этой формы, с соблюдением всех вот этих вот утонченностей, да, которые я благодаря Гуглу и Яндексу наконец-то узнал. Либо плюнуть на все это дело и писать так, как я писал первый венок. И решил я на это дело плюнуть. Дело в том, что... Дело в том, что... Вот вы знаете, форма вообще вещь хорошая, да? Форма это то, что не дает растечься жидкости в лужу. Вот. Но, в принципе, если хорошее вино, то от формы требуется одно – удержать его на месте, пока мы не надумаем его выпить. То есть все эти сверхтонкие огранки, они мало того, что не особенно нужны в данной ситуации. Вот, по моему мнению, абсолютно строго написанный итальянский санат или французский превращается в какое-то унылое дерьмо. Вот именно потому, что форма... Да. Спасибо большое. Именно потому, что форма пережата, она уж слишком строга, да? С другой стороны, в нынешних обстоятельствах, когда все поголовные пишут исключительно верлибры, даже сам по себе замут писать некие санатоподобные стихотворения, уж тем более связывать их венок, и то может быть приравнен к подвигу. Поэтому я счел, что нормально, годится. То есть я думаю, что баланс соблюден. Вот и в результате... Вот родилась некая форма такого санатоподобного стихотворения. Мне очень нравится, например, что в первом и втором катрине я по незнанию, а на самом деле по некой интуиции хотелось произносить именно так. Сделал рифмы разные. Стоит сделать одинаковую рифму, невыносимо это слушать, скучно. Вот когда в первом и втором катрине рифмы разнятся, не пропадают ощущения движения вперед. Очень здорово. Так что, значит, с одной стороны, я просто что-то хочу сказать, что я абсолютно не претендую на то, что мной действительно всерьез, без дураков, написаны два венка санатов. Но я написал два венка неких санатоподобных фантазий в довольно сильно отсылающем к санатной форме, скажем так. Но может быть когда-нибудь, если эта цивилизация не накроется, а мои великие заслуги перед отечественной славятостью будут признаны, в конце концов, через триста лет какой-нибудь товарищ напишет, что Калугин придумал новую форму саната. Я скромно-скромно на эту форму надо. Ну вот. Ну да, это значит первое, что хотел искать по форме. На самом деле, все, что я сейчас нес, это был... Я сильно подозреваю, что в зал прокрались филологи. И я просто хотел вам дать понять, что я не идиот. Я знаю, как надо, по самому деле. Ну вот. Значит, это первое, что я хотел рассказать. Второе, я хотел рассказать вообще, собственно говоря, из чего сущностно этот гулок возник. Во-первых, мне ужасно хотелось поделиться с этим миром самым главным, что я на тот момент понял. А это самое главное, что я на тот момент понял, это приблизительно то, чем у Пелевина заканчивается каждый роман. То есть, как тот написал, если Пелевина опять напишет книжку, что у меня нет, я ее читать не буду. Значит, в 23 года у меня постигло просветление, и я понял, что ничего нет. Мне хотелось с этим поделиться с людьми, мне казалось, что этого никто не понимает. И вот именно это и представляет из себя мистическую сущность, основу этого венка, что ура. До 23-х лет простительно. Значит, а что касается самой формы, то, ребят, вы представьте вообще, в каких обстоятельствах я это все задумал. Дело в том, что это был какой же год-то получается? Наверное, 90-й, 91-й, 92-й, может быть, вот так вот. Сейчас я точно не помню. Значит, тотальный бардак, страна разваливается, жрать нечего, да? Ну, это ладно, это хорошо даже, вот. То есть... Об этом надо, я не помню, я рассказывал об этом, нанесло или нет? Про картошку у ворованного соседей не рассказывал? Несло, ладно, нет. Не рассказывал, нет? Нет. Значит, это просто как я тогда жил. Значит, 91-й год. В доме не работает ни один электрический прибор, потому что, собственно говоря, во-первых, они все сломались, чинить их не на что, и перегорели все розетки. Значит, денег нет совсем вообще. И я чем жил? Я, значит, ну, во-первых, целый был культовый акт, это ежевечерний поход по подъездам в поисках бычков. Тогда, слава богу, не было этих дверей, запирающихся, да? Поэтому бычки можно было собирать абсолютно спокойно. Значит, в бычков набирался большой пакет, потом все это вытряхивалось, в общем, ура. А вот, ну, надо же что-то жрать. Вот, соседи белосердно выставили, значит, в коридор мешок картошки, который они привели с дачи. И я, значит, поскольку воровать в открытую мне было неловко, я ждал ночи. И под покровом ночи я выходил в коридор и воровал из соседского мешка три картофелины. После чего, значит, я уже упомянул, что не работал ни один электроприбор, но у меня был работающий электрочайник, старой советской закалки, вот такой вот. И я, значит, с этим электрочайником выходил на лестницу, потому что я разведал, что там на распределительном щитке есть розетка, и она работает. Три часа ночи в электрочайнике я варил три картофельных мультире. Значит, и тем жил. И при этом, при всем, значит, замут был такой, что я сейчас потрясу отечественную словесность. Если. А чем, собственно говоря, я собрался потрясти? Дело в том, что в литературе того времени высокий штир был вообще, в принципе, под запретом. В культуре того времени господствовала интеллигенция, для которой высокий штир был дурной вкус. Хороший вкус – это было писать ироничное стихотворение. Господствовали ироники, которые тонко иронизировали. И доиронизировались до того, что деструктурировали, в общем-то, всю отечественную высокую культуру. То есть высокий штир можно было употреблять, но либо нужно было перемежать фразу высокого штиря с самыми поразительными вульгаризмами, либо, то есть это вообще в принципе должна была быть какая-то такая вот ирония, издевательство, что-то в этом роде. Я не говорю о том, что это все тотально было плохо. Это было прикольно. Много было очень-очень хороших поэтов в те времена, работавших в этом стиле. Но высокий штир, по-моему, только Жданов на самом деле временами использовал, так более-менее всерьез. И в некотором роде это была революция, конечно. То есть это было хавство с моей стороны. И если кто-нибудь думает, что я ввел свои пантакли-меандра в состоянии некого воспарения такого, да, он глубоко ошибается, я ржал. Когда я писал этот венок сонеток, я просто катался в истерике от хохота, потому что представлял, какое воздействие это окажет на интеллигенцию, которая хороша вкус. А значит, там просто с первой же строчки стоит страж порогов. Вот фраза «Божественно пуста моя голова», я знал, что дальше этой фразы ни один интеллигент считать не будет. Он скажет «Хо-хо-хо, пуста голова! Хо-хо-хо!» Ребята, что вы думаете, это до сих пор работает. Тут недавно, значит, большой поклонник этих стихов Мишка Никитин решил отнести это дело в ГАКСМА с тем, чтобы опубликовать. Ну, отнес, а там, разумеется, на входе сидит главный реактор, какая-то там Эмма Адольфовна или Изольда Сергеевна. Естественно, она дальше этой второй строчки не прошла. Но сказал, как можно, как можно. Так что все клево, все работает. И, в общем, чем больше Пентакли и Лиандры он наворачивал, тем больше я хохотал, представляю, как будет перекореживать вот эту, значит, нашу интеллектуальную элиту. Но при всем при том при этом, то есть это какой-то сложный такой был с моей стороны акт издевательства. Это была ирония над ирониками. И при этом суть этой иронии еще заключалась в том, что я вообще-то всерьез. Я вообще-то действительно думаю так, как пишу, да? Я вообще думаю, что в этом смысле я предвоскитил ту новую волну искусства, которая у нас вот пришла одновременно с группами Рамштайн, Мьюсом, Айтемикл, Романс и так далее. Это когда люди чрезвычайно актерски и наигранно изображают то, что в действительности на самом деле ощущают. И слава тебе, Господи, что благодаря вот этому, как оказалось потом, я был не одинок. В Петербурге работала группа поэтов, которые тоже задолбавшись от засилия вот этой вот чертовой иронии, принялись поговорить всерьез и хорошим, красивым русским языком, высоким штилем. Может быть, они, конечно, не перегибали палку так, как я, потому что у меня, конечно, действительно, это самое, как это, Цирюль Джан Тюткин, родом с Парижем. Химическая завивка и весь комфорт. Вот, немножко у меня это есть, это тоже осознанно. Но, тем не менее, революция произошла. Высокий штиль оказался реабилитирован, по крайней мере, в сознании следующего поколения. И, слава богу, сейчас его никто не стесняется, совершенно всерьез им работают. И я считаю, что это... Ну что же, а теперь, наверное, пришло время вспомнить, значит, что так мечтал поведать миру 23-летний Аболтус. Я думаю, те, кто услышит это в первый раз, простят тот факт, что ровно 50% этого первого венка соната занимает слово «я». Мой голос тих, я отыскал слова в пустых зрачках полночного покоя. Божественно пустовая глава, и вне меня безмоглое пустое. Скажи, я прав? Ведь эта пустота и есть начало верного служения, и будет свет, и будет наполнение, и вспыхнет роза на груди креста, но нет ответа. Тянется покой, и кажется, следит за мной другой, внимательно и строгое ожидание. И я уже на грани естества, и с губ моих срываются слова равновеликие холодному молчанию. Равновеликие холодному молчанию струились реки посреди равнин. Я плыл по рекам, но не дал названия ни берегу, ни камню средств ремнин. Я проходил. Я реком был свидетель. Я знал завет не выносить суда, и я не осквернил вопросом рта. И ничего сужденья не отметил. Лишь дельты вид меня отомкнул уста. Я закричал, и гулка пустота, слова мои разбив об острова, откликнулась бездонным тяжким эхом. Я слышал крик и понимался смехом. Слова мертвы. Моя душа мертва. Слова мертвы. Моя душа мертва. Я сон. Я брег арктического моря. И тело смертно жаждущего рва скрутило в узел судорогой горя. Но там, на дне, у ключевых глубин, я ощущаю слабое биение. Сквозь сон мне тускло грезится рождение иных, пока неведомых вершин. Я жду сквозь боль. Так иступленно жду. Когда рассвет предел положит в льду. Когда мой дух вернется из скитания. До ткани сердцем углою поражен. Я полным исполнением времен. Я не ищу пред небом оправдания. Я не ищу пред небом оправдания. Я начинаю призрачный разбег. В священной эпилепсии комлань я недопырем кружусь над глазью рек. Я проницаю горы и лощины. Я различаю сущности стихи, схлестнувшиеся в танце таурги и каждый миг являющие сына. Все время правды. Суть обнажена. И льется в полночь полная луна. И плоть моя невластна надо мной. И пламя звезд сквозь призму вечных вод пронзает ночь. И дарит мне полет над опьяненной ливнями землей. Над опьяненной ливнями землей царят седые призраки тумана. И вечер тих настолько, что порой я слышу плач далекой флейты пана. Бреду рекой по горло в тростниках. Сам плачу от покоя и бессилия. А лунный свет лежит епитрахилью в крестах паденок на моих плечах. И ветви ив касаются волны. И каждое мгновенье тишины туманит, как тень бегущей лани. И преломлен речной глубиной. По темным водам шествует за мной. Агат луны томительно туманен. Агат луны томительно туманен. Скользит по перьям черного орла. Что распростер от грани и до грани Над миром исполинские крыла. И отражает аспидное влага Ночных озер, плывущих подо мной. Свет облаков, пронизанных луной. И млечный путь в кристаллах зодиака. За мглой у гор, за лезвием хребта Легла реки хрустальная черта. Чуть видимы огни в далеком стане. И луч звезды, подобный нитью льда, Влочит меня не летом, а куда. На тонком и мерцающем аркане. На тонком и мерцающем аркане Мой дух печально следует за мной. Мне не коснуться пропаденной длани Цветком стигмата вспыхнувшей рукой. Мне не подняться в огненном потоке К пределам света, к сердцу бытия. Мой путь бесплоден, словно лития В устах давно забывшего о Боге. Я тот, кто умирает на пороге. Мне не приять в сияющем чертоге Одежды, что струятся белизной. Вдали дорог, стремящихся к вершине. Меня по сердцу выжжены пустыни. Полночный ветер водит за собой. Полночный ветер водит за собой С китающихся пленников забвенья, Чей горний взлет преодолен луной И преломлен в потоках сновидения. Мой Бог, уже ли мне предрешено Носить в веках подобие надкрылей Камзол в узорах бражников и лилий И пить больное лунное вино? Мерцает край магического круга. Я созерцаю черный ветер юга, Проколотый полярной звездой И растворяюсь в ливнях Ливанаха На грани озарения и страха. Я как дитя играю пустотой. Я как дитя играю пустотой, Взметнувшейся к пределам осознания. Моя душа жемчужную волной Скользит над океаном мироздания. И в этот миг до корневых глубин Я постигаю сущность соответствий, Зависимость причины от последствий И торжество последствий вне причин. Я посвящен, я принял взгляд извне. Так зеркало, уснувшее на дне, В себя приемлет отблеск ледяной, Склонившийся над бездною печальной Планеты снов, чей лик пронизан тайной, Струящейся за каждую чертой. Струящейся за каждую чертой Сферических взаимоотражений, Совокупивший бездну с высотой, Триумф побед с позором поражений, Единый, верный, внутривременной, Предмирный, сильный, славный, Милосердный, единственный, Возлюбленный, безмерный, Предельный, полный, явственный, пустой. Грими, моя хвалебная мольба, Ты есть премудрость корня и плода, Премудрость сердцевины и убранства. Я прозреваю твой священный лик За каждым стеблем, что к земле приник, За каждой гранью зримого пространства. За каждой гранью зримого пространства Проявлен полдень. Властвует покой. Лишь кружево стремительного танца Стрекозы расплетают над рекой. Да в дебрях стрелолисты и осоки Запутался безвольный ветерок. Приостановлен времени поток. Безмолвствуют начало и итоги. Я нежестно прогретом мелководья, Отпущенное стремление о погоде, И я лишь часть полуденной поры. И нет во мне ни памяти, ни речи, Я вырвал корень всех противоречий. Я отворил в себе исток игры. Я отворил в себе исток игры. Мне ведомо акации цветенья. Моя ладонь слепящие дары Приемлет в знак повторного рождения. Я император муравьиных львов. Я прорекаю облакам и птицам. Ликует звоном на моих ключицах Цепь времени со сведними веков. Кремят литавры, бубны и тимпаны. К моим стопам склоняются тюльпаны, Сплетаясь в бесконечные ковры. Я кесарь солнца, трав и междуречий. Я произнес глагол себе наречий. Я властью сжечь и созидать миры. Я властью сжечь и созидать миры. Бессилен отказаться от творения. Я предпочел безмолвию порыв. Без уст в сна святыни пробуждения. Я был в пределе. Я стоял у врат. Но ослеплен последним предстоянием Незринулся тропой сострадания И воплотил в себе кромешный ад. Я слышал речи выше немоты. Я наблюдал, как падают цветы, Но утерял ключи добропризнанства. И ся опять гряду и долью мук, И не стремлюсь покинуть этот круг. Я различил в движение постоянства. Я различил в движение постоянства. Так в древний путь вливаются следы. Так страствуют взыскующие царства Дорогами священной простоты. Теперь я вижу только то, что вижу. И знаю только то, что знал всегда. Реки не остановит ни вода. Утерян смысл понять и дальше, ближе. Я повторяю, говоря иное. Я страствую, как остаюсь в покое. Забыта цель и потому права. Я тот, кто отвечает на вопросы. Моя ладонь спокойно держит посох. Мой голос тих. Я отыскал слова. Ключ. Мой голос тих. Я отыскал слова, равновеликие холодному молчанию. Слова мертвы. Моя душа мертва. Я не ищу предневом оправдания. Над опьяненной ливнями землей, А как луны, тонительно туманен, На тонком и мерцающем аркане Полночный ветер водит за собой. Я, как дитя, играю пустотой, Строящейся за каждую чертой, За каждой крайнею зримого пространства. Я отворил в себе исток игры. Я властен сжечь и созидать миры. Я различил в движении постоянства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, теперь можно сделать то, то есть обычно, кто ходит на концепт, знает, что я сначала пою, как заведенные, потом отвечаю на записки, потом начинается шуткование какое-то, но мне кажется, что сейчас было бы хорошо. Я что-то рассказал, я, значит, прочитал венок. Может быть, кто-то из вас хочет задать какой-то вопрос, я бы с удовольствием ответил, это было бы хорошо. А вот кронологически, что сначала писалось, Клющ или Санет? Ага. Вы знаете, и с первым, и со вторым венком произошла следующая история. То есть первые Катрены складывались в процессе, то есть сначала шли Санеты, которые сами складывали с собой последние строчки. И где-то на середине стало понятно, что если вот сейчас не заняться ключом, то дальше вырумить будет очень сложно. Вот. Разум уже перестает вмещать информацию. Поэтому где-то с середины ключевой санет был дописан. Вот. Ну, я не знаю, разрушил ли я этим признанием какую-то магию, но какая к черту разница, на самом деле, если вы думаете, да? Вот. Тем более, что... Спасибо. Тем более, что действительно получается каждый раз такая штука. То есть вот я абсолютно честно оба раза давал сначала течению пройти в ту сторону, куда оно хотело идти. И только после того, как вектор был осознан, действительно, некое предназначение сложило первые Катрены и дало трассу. Ну, собственно говоря, потом как-то грех ее уже не дать воде течь спокойно и убрать в свою пути какие-то препятствия. Вот. Так. Еще хотите что-нибудь спросить? Можно? Да. Вы сказали, что побудило вас написать первый венок, а что побудило... Какое понимание побудило написать второй венок? Ну, настало время признаться, я думаю. Это было очень интересно. В июле позвонил мне Володя, наш директор Оргий Прайников. Я сказал, Серега, время забивать оседний концерт. Нужно событие. Что сделать с событием? Я ему говорю, пиши в афишах презентации Венкаса на Т2. Володя Петерисовна говорит, а ты что его написал? Я говорю, нет, но напишу. А я дождался момента, когда пошли афиши, когда пути назад не было. Подождал неделю для затравочки, чтобы стало страшнее. А вот. И после этого ринулся в бой. Как сказал Алексей Николаевич Пурков в Калугане, я давно знаю, что тебя заставить действовать можно только одним способом. Вывести к стене и начать расстреливать. Но тут, говорит, какой-то уникальный случай. Ты вывел к стене и стал расстреливать сам себя. Вот. И на самом деле прошла первая волна. Значит, ну тут я просто должен оговориться. Потому что, может быть, кто-то подумает, что в этот был момент спекуляции. Нет. Я давно думал об этом. У меня давно вызревала внутри энергия для такого шага. И я бы, естественно, не выдвинул такое безумное предложение, если бы меня внутри к этому моменту уже не подпирало. Что? Я не мог сказать. То есть я понимал, что у меня именно подпирает желание высказаться в форме Ленка Санетов. Но я не знал, каким он будет. Когда писал первый тоже. Я просто дал ему дорогу. И, собственно говоря, тут я уже могу раскрыть карту полностью окончательно. Последний сценарий был написан вчера. На самом деле я предлагаю аплодироваться здесь не мне, но Володю Красикову, который это пережил. Директору, который шестил это же клаву, отважился на такой-то безумный. То есть с меня взятки гладкие. Я в конце концов могу заболеть неожиданно. У меня может дать есть масса причин. Я могу встать в пробке на 6 часов, и концерт не состоится. Но он же директор, он все организовал. Тем не менее, надо отважаться. Володю, спасибо тебе за веру и за доверие. Ну что же, мы, наверное, сейчас... А третьего ждать? В 69 лет, конечно. Есть еще вопросы? А четвертого ждать? Ну, я был бы не против его дождать, но не знаю, как там планы. Касательно первого венка сонетов, может быть, вы слышали про философию игры? Тимчок. Нет, к сожалению, тут в моем здании хлопоны. Очень много пересечений. Это что, какая-то книга, это поэти, это с прозой. Ну, и скорее философия. Киньте ссылку вконтакте, я с удовольствием посмотрю. Арлен, ты что хотел спросить? Помните, вы говорили, что одна из ваших первых книг, это «Божественная комедия». Да. Когда вы ее читали, вы как бы прошли «Ар», «Чистивище», а дальше, как вы вызываете, у вас «Ладошка». Вот. Имеет ли вы к этому это отношение? Самое прямое, непосредственное. Ну, я, в общем-то, никогда не скрывал, что лексикону, собственно, мы очень многим обязаны Лазинскому. То есть я бы, конечно, хотел сказать, что да, но поскольку я по-итальянски читать не умею, не могу этого сказать. Вот о Лазинскому, который перевел это чудо на русский язык и говорят достаточно адекватно, и обязаны просто все целы. Вот. Хотя, с другой стороны, я сегодня, уж раз я читаю стихи, я не могу не сказать вот просто с этой сцены спасибо самому, наверное, главному человеку в моей жизни, человеку, который меня научил писать стихи. Это был мой отец. Он был, у него было всего четыре класса образования. Тут вообще много интересного можно, я вам, конечно, рассказывать, что при четырех классах образования он был человеком, который открыл в Подмосковье палеолит вместе со своим другом. И учил меня писать, да, он был лесником в Превско-террасном заповеднике. Вот кто смотрел кинофильм «Особенности национальной охоты», может иметь глупость думать, что это гротеск. Это строго реалистическое кино. Я это все наблюдал своими собственными глазами на протяжении всей своей юности. Именно так оно и происходит. То есть, вплоть до мента, утопившего пистолетом и так далее. И финн этот был, который, значит, там, после второго литра. Ну, в общем, было все. Я был потрясен, когда это смотрел. У меня был инсайд. Единственное, в чем авторы фильма допустили некую вольность, у моего отца был не сад камней, а коллекция каменных орудий на стене. Ну, в принципе, смысл тот же самый. Так вот, как папа меня учил писать стихи? Он просто брал и вычеркивал все, что ему не нравилось, оставляя все, что ему нравится. Метод оказался крайне действенным. Но сам он применял к себе этот метод с такой жесткостью, что от него почти ничего не осталось. В смысле, в неком литературном наследии. Но если я... Знаете, я просто, когда тоже готовился к Средишнему концерту, я вспоминал вот этот удивительный момент, когда... Я же не навел стихи в детстве. Я, как всякий правильный мальчик, я читал фантастику. Вот. А стихи – это что-то было абсолютно недоступное моему пониманию. И я не понял, зачем этим дерьмом заниматься. Вот. Надо бороздить на кораблях в космическое пространство. И, значит, в два этапа у меня, правда, как бы свершилось просветление. Сначала мне мама подсунула песню о Гаевате. И вот я ее прочел. Ну, спасибо, будем. И совершенно одно... Это все 12 лет. В эти 12 лет удивительные вещи произошли. Сталкир Тарковского, Чурленис, Высоцкий, Группа Назарет. Значит, все, все, с чего я потом сложился, все произошло в 12 лет. Это самый удивительный возраст для любого человека. Ну, у девочек, может быть, это немножко колеблется в ту или в другую сторону. Но у мальчишек это всегда в 11-12-13 лет. Вот это вот самая важная зона, когда закладывается все самое главное. И один из этих эпизодов я не вспоминал. Эпизод был следующий. Мы возвращались отцом с рыбалки ночью, наловив караси в пруду в соседней деревне. И вот я очень хорошо помню. Это теплое-теплое июльское звездное небо. Почти ничего не видно. Мы шли по дороге с заросшими кустами с двух сторон. И вдруг отец, ни слова не говоря, начал читать стихи. И я был потрясен этими стихами, насколько они были красивы. И я спросил его, чье это? Он говорит, мое. А вот, и я ошалил. Ну, вы понимаете, да? То есть одно дело, там какие-то стихи в книжках, там их можно читать, можно врубить. Но здесь вот на таком коротком расстоянии свершилось некое чудо. Я вдруг понял, что поэзия в меня вошла и внутри поселилась. И вот после этого значит, я стал что-то сам уже пытаться карабать. Это тоже произошло 12 лет. Отец принимал у меня философские роды, да? То есть он проводил философскую некую накачку, после которой я в шар ходил с такими круглыми глазами. Шар он как-то переваривал и что-то пытался выплескать на бумагу. И вот эти вот мои эксперименты отец, значит, достаточно жестко как мастер ушу этого канфу словесного со мной работал. Но при этом, я говорю, от него, от самого почти ничего не осталось. Он все ломаровал. И вот то немногое. Вот вы сейчас сразу поймете, фактически продолжателем чего я на самом деле являюсь. Я прочту одно стихотворение моего отца. Оно, как и все, у него не написано. Там нет одной строчки. А вот он ее так и не нашел. Я часто пытался найти ту же строчку, чтобы ее встроить в это стихотворение, и тоже не нашел. Вот поэтому так оно и осталось. Значит, Александр Дородич Пруцкус, родник. Я ведал родник у реки, холодный, прозрачный, искристый. Кто ж вымутил воды твои? Был в сердце моем уголок, открытый для солнца и Бога. Но там поселился порог, и крепость возник вкруг порога. Он змеем пустынным проник в тот храмик, что дан был с рождения, и разум от яда поник. В крови разлилось вожделение. О прожитых днях не скорблю. Все бредно и все быстротечно. Родившись на скальном краю, срываюсь в безликую вечность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ